всем привет сегодня будем выращивать рассаду рассаду можжевельника это можжевельник не с моей дачи это можжевельник я купил у бабушки выходя из метро дело к новому году захотелось что-то зелененького свеженького домой елку я не покупал когда принес это можжевельник домой подумал блин его же легко можно пересадить и размножить поэтому я налил воды стаканчик побольше поменьше здесь просто разная высота это дело у меня стоит уже около двух недель я менял воду в принципе корни здесь не знаю затухли не затухли но вроде ничего не затухло вроде даже в какой-то степени там что-то начало уже образовываться сейчас приготовил горшочки и буду пересаживать как говорится готовь сани летом от цветы зимой люблю хвойные у меня на участке наверно порядка штук девять или десять сосен маленьких сосен две сосны были они когда купил участок они были вместе уже укомплектованы остальные я уже засаживал но я сажал их не на самом участке сажал вдоль забора вот ну и внутри забора там в районе септика вот хочу сделать можжевеловую такую изгородь вы запахи посторонние если будут может быть будет бороться с ними ну и так в принципе люблю пошел магазин здесь ближайшие цветочные почву нужна кислая почвы-то кислые не было пришлось взять цветочный грунт для зале он тоже кислый и неплохо подходит для этих растений и также взял еще немножко дренажа керамзита чтобы не заставилась водичка не загнивал наш растопку все это мой первый эксперимент такой достаточно спонтан делать будем все скажем так не как профессионала немножко знаю как делать это профессионала но больше я буду это делать от души а там дальше уже как получится терамзитика усложнять как-то процесс я не буду то есть ну вот видеть ведерки терамзита где-то вот вот столько как-то супер готовить и все остальное можжевельник достаточно неприкатливое растение как-то здесь супер колдовства не будет никакого так 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 вот что у нас получилось принципе керамзит земля и дальше мне потребуется ручку чтобы делать дырочки для того чтобы оставлять растения в принципе ручка даже и не сильно нужно вставляется все так достаточно неплохо вставляю не обрезали зеленую массу потому что благодаря этой зеленой массы будет образовываться как раз корешок то есть если бы я это делал например на участке можно было взять веточку просто положите земле насыпать она пустила бы корешки здесь буду использовать принцип плюс-минус тот же посмотрим что вы ли получится из этого скажем так просто эксперимент как это все схватится не схватится ну вот такой у нас получился лес горшочки были без блюдечек этого блюдечки будем использовать домашние ну вот что получилось не знаю что из этого будет это просто мое желание перед весенними праздниками неблизкими немножко приготовиться первой посадки нынче впереди еще цветы и много много всего разного не самое интересное познавательное может быть видео это просто эксперимент и спустя там пять месяцев ну нет не пять четыре там четыре пять месяцев я обязательно сниму материал и посмотрим все таки вот у такого совсем скажем так безответственного способа есть вообще шансы на выживание растения или это все выдумка спасибо что смотрели подписывайтесь на канал пока